Сегодня военная прокуратура Казахстана представила видеозапись допроса Владислава Чараха Эй, шатан-коробка! Стесняются? Стесняются? Ну и рады тому, что с партнерами нашими Это вторая пресс-конференция у нас После Рождества, будем так сказать, первая Первую проводил митрополит В первую очередь я хочу напомнить, что завтра 23 января И эта дата в прошлом году стала для нас не столько знаменательной Сколько, наверное, точкой отсчета всех негативных событий прошлого года Я очень коротко пробегусь по этим событиям Вы помните, что потом были судебные процессы над постующими нефтяниками Женаузеня И участниками событий в Шитпе Был судебный процесс очень долгий, тяжелый Естественно, совершенно не прикрыто политически мотивированный над Владимиром Козловым Который закончился семью с половиной годами лишения свободы Был разгром партии ОЛГА, которая в конечном итоге была признана экстремистской Деятельность ее запрещена И все имущество в настоящий момент изъято и арестовано Были судебные процессы по целому ряду независимых СМИ Одним из направлений нашей работы мы для себя определили на тот момент И не только мы, вы, наверное, отслеживали, что и наши зарубежные коллеги Игорь Винявский, который сейчас находится в Польше, Ирина Петрушова Они уже эту работу начинали Я веду речь о так называемом списке женовых деньг То есть начиналась сама идея с того, чтобы по аналогии со списком Магнитского Который был создан в России И в конечном итоге был принят акт Магнитского То есть по этой же аналогии мы решили извлечь из материалов уголовного дела Из судебных процессов, из всей той документации, которая нам доступна И которая мы располагаем По фамильный список всех фигурантов, которые имели отношение к судебной расправе И не только к судебной расправе И к провокации самих событий 16 декабря Которые случились с женой Зене И к судебной расправе, к пыткам, которые последовали после Тех трагических событий Вы знаете, что в царские времена похожие события случались в России Когда расстреливали Ленский 12-го года расстрел И подобные другие деяния И они в то время, даже далекие от нас Они рассанивались как преступления власти И сегодня нет никаких оснований говорить иначе Это преступление назарбаевского режима, которое она Перед всем миром совершила против собственного народа И поэтому, конечно, должен наступить момент ответственности за это Никто не должен уйти от этой ответственности А для этого что надо делать? Для этого нам уже сейчас надо выявлять, уточнять И предлагать вниманию нашего общества Конкретные имена тех, кто несет и должен нести за это ответственность Именно поэтому вот составлен список, о котором сейчас вещь шла И мы думаем, что когда он будет однородован, предложен вниманию общества В обсуждении, уточнении, дополнении этих списков Примут участие все граждане нашей страны Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...